В Доме культуры при администрации города Схинвал прошло мероприятие, приуроченное к неделе детской книги «Книжкины именины». Праздник посвящен детской книге и имеет многолетнюю историю. Впервые он был организован в России 26 марта 1943 года в колонном зале Дома Союзов. В тяжелое военное время такое событие стало настоящим праздником для ребят. Каждый год литературное мероприятие приурочивается к какой-либо важной в обществе дате. Юбилею в этом году праздник приурочили к 115-летию детской советской писательницы «Огни Львовны Барто». «Огни Барто» является эталоном того, как нужно писать стихи для самых маленьких детей, которые начинают любить стихотворения еще до того, как они сами начинают учиться читать. У Скворцова Гришки жили-были книжки грязные, лохматые, рваные, горбатые. Без конца и без начала, переплеты как мочало, на листах каракули, книжки Горька плакали. Очень любят праздник книжки и девчонки, и мальчишки. Книга верный, книга первый, книга лучший друг ребят. Также в ходе мероприятия были подведены итоги онлайн-конкурса «Стихи, которые любят с детства». Конкурс проходил между детьми дошкольного возраста. Приняли в нем участие 60 детей из 15 дошкольных учреждений. Все участники были награждены грамотами и памятными подарками. Организаторами мероприятия выступили Координационный совет российских соотечественников Южной Осетии и Республиканская детская библиотека при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Южная Осетия. Очень приятно вас видеть сегодня в этом зале. Очень приятно было слышать эти стихи. Как ребята читают, какие эмоции. Знаете, эти стихи, они же... Ну вот мне 60 лет, а это же и мои стихи. Я когда-то был таким же, как вот мальчишки и девчонки здесь сидят. И точно так же учил эти стихи. Мне очень приятно, что вы так активно приняли участие. Вот. Я поздравляю всех, независимо, кто у нас победил, не победил, какое место занял. Я поздравляю всех участников, потому что все участники, они все победители. Вы все ребята молодцы. Целью этого мероприятия считается поддержка и развитие читательского интереса к творчеству поэтессы, раскрытие эстетического нравственного потенциала творчества «Огни и Барто». Лучшие творческие работы будут опубликованы в социальных сетях представительства Россотрудничества в Республике Южная Осетия. Огонь Дагубозова, Фатима Чучи, Варнуль Харебов. Информационный выпуск. Сегодня.